Всем здарова, народ, вы на канале Бубликс Ченнел, и сегодня просто пушечный видос, сегодня будет слив. Слив очень интересного обновления на NextRP, я не знаю, будет ли это обновление 100% или оно вообще не выйдет, может что-то изменится. Это слив, слив информации от одного источника, который я, к сожалению, не могу назвать, этот человек просит шифроваться, ну, вы сами понимаете, по каким причинам, а иначе больше сливов у нас с вами не будет. Так вот, что в этом сливе у нас происходит, планируется ввести FullRP, сервер на NextRP, FullRP, ребята, вы представляете, FullRP, и здесь целый свод правил, которые нужно будет соблюдать на этом сервере, чтобы поддерживать атмосферу RP. Давайте мы начнем сразу же с самого начала, как вообще планируется называть сервер, сервер будет называться Московский, будет или не будет, опять же, я не знаю, но, скорее всего, это будет именно так. Обязательным условием для игрового процесса является четкое и строгое соблюдение всех правил RP-режима. 4.2, ну, тут, я думаю, все понятно, 4.2, ООЦ, IC, МГ, все понятно, это тут там объясняется, как я понял, что к чему, и вот самое интересное. МГ. Для полного погружения в реальность происходящего в игре запрещено упоминать информацию из реальной жизни. Запрещено, ребята. Наказание, блокировка текстового и голосового чата на срок от 120 до 300 минут. Наказание при повторном нарушении, если с момента первого до повторного нарушения, прошло менее 24 часов. Часов. Понимаете, да? Насколько все будет серьезно. Даже МГшить нельзя. Но если вы думали, что вы ограничитесь только мутом, то вы ошибаетесь. Здесь настолько все жестко, что вы можете отлететь даже в бан на 3 дня. Такие же жесткие наказания предусмотрены для ДМ, для ДБ. Вот, ребята, вы можете видеть, что тут написано. КПЗ. Сейчас такого нету, таких жестких правил нет на XRP. Я сколько играю, вот, ну, уже реально много провел времени на сервере Кавказский. И вот за ДБ, за ДМ особо людей не банят, не наказывают никак. Ну, вот, очень много, очень часто такое происходило. Так вот, здесь прям жестко все будет. И я считаю, что это правильно для FullRP сервера так и должно быть. Люди должны бояться нарушать, чтобы поддерживалась РП атмосфера. Дальше. У нас здесь есть 4.1 с ПГ. Превышение физических возможностей персонажей и проявление отсутствия инстинкта самосохранения. Пример. Ездить на крыше транспортного средства. Нападать с кулаками на вооруженного персонажа. Нападать в одиночку на толпу. Наказание КПЗ. 120 минут. Наказание при втором решении 24 часа. Если не прошло 24 часа. Временная перестановка учатой записи сроком на 3 дня. Вот это очень полезный пункт. Потому что вспомним одно из моих последних видео. Где полицейский, когда я по нему стрелял, он просто подошел и ударил меня тайзером. Я по нему стреляю, а он меня тайзером бьет. И вот сейчас за это наказывать будут. Но опять же, только на этом сервере, который планируется вести. Напомню, сервер должен будет называться Московский. Идем дальше. Что у нас тут есть? Спаунт килл. Ну это понятно все. Нон РП. Вот оно, вот оно, вот оно. Нон РП. 4.12 пункт. Нарушение логики действий персонажа. Ладно, мы все знаем, что такое нон РП. Мы не будем это читать. Пример. Наказание перемещения на срок 120 минут в КПЗ. Или временная приостановка действия учетной записи сроком на 5 дней. 5 дней, вы представляете, да? Ну, значит, и понятно, перманентный бан. А что у нас тут есть еще? Запрещено вмешательство в игровой процесс, который не имеет отношения к вашему персонажу. Да, это понятно. Наказание перемещения в 60 минут. Ну, или бан на 5 дней. Правильно, я считаю, это нарушителей нужно банить. Нужно их наказывать, чтобы они не нарушали, и тем самым поддерживалась РП атмосфера. Абьюз. Есть даже такой пункт. Использование любых ошибок, уязвимостей, неучтенных возможностей игрового мода с целью получения преимущества над другими игроками. Наказание, срок 3 дня, плюс удаление игрового имущества полученного с нарушением данного пункта правил. В случае грубых нарушений, которые наносят вред и ущерб продукту NextRP, постоянная блокировка действий учетной записи, а также всех аффилированных учетных записей. Ужас какой, что за слово? Я такое не знаю. Теперь буду знать. Срыв мероприятия. Понятно. Что у нас тут еще есть? Запрещено стоять в ФК 5 минут. Более 5 минут. Наказание, отключение. Ну, понятно. Окей. Обман игроков. Никакой в случае, ребят, не обманывайте игроков. Будьте честными. Запрещен ОСС обман. Понятно. Так, удаление. Хорошо. Отказ от РП ситуации. Игрок имеет право отказаться от РП ситуации только в том случае, если его унижают во время РП процесса. Все остальные отказы от РП ситуации считаются нарушением. Давайте, мне даже интересно. А ну-ка, какой тут пример? Намеренный выход из игры, либо так, это понятно. В момент полицейской погони нельзя же. Вы можете выйти из игры только после успешного завершения погони, но никак не в процессе наказания. КПЗ 60 минут. При повторном нарушении 3 дня. Да. А я еще хотел бы увидеть пример, где меня унижают. А вот, допустим, если меня поймала полиция, и она меня унижает, там, оскорбляет, могу ли я выйти тогда из РП ситуации. Если да, то это было бы круто. Полицейские же не могут вас просто так оскорблять, правильно? Дальше. Временная перестановка действия, когда мы прочитали, создание токсичной провокации, троллинг, создание чувства, преследование, угрозы, шансы. Ой. Ну, это, походу, про нас с Германом. Мы любим покататься за кем-нибудь, но за полицией в основном. Окей. Регулярные 3 более зафиксированные ситуации за 3 календарных дня. Блин, очень прикольно, что тут даже до такого дошли, что тут, ну, как-то считаться это все будет. Это классно, реально. На 30 дней? Нихуё. Ладно, с Германом нам надо будет поосторожнее, если мы все-таки пойдем на этот сервер. Систематическое нарушение правил РП-режима. Систематическое, ребят, я тут вижу то, что не поясняется, это специальное нарушение РП-режима. То есть, ну, вы прям осознанно это делаете, вас бонят на 30 дней. Ну, и правильно. А вот нихер специально нарушать РП-режим, потому что РП-режим это очень круто. Напомню вам, ребята, что NextRP это проект, у которого очень крутые системы. Если не самые крутые, то я не знаю. Ну, системы тут очень классные. Да, возможно, что-то дорого, но нет такого еще проекта, у которого были такие же системы. Возможно, есть, я просто не знаю, не будем говорить наверняка. Но из всех серверов, которые я знаю, из всех проектов, на NextRP самые классные системы. Но и сюда хотят добавить РП. Вы представляете, насколько круто это будет? РП и системы, и все это в одном месте, в одном проекте. Я думаю, это будет очень классно, учитывая, какая карта есть на NextRP. У них своя карта, и я думаю, это все совместимо, и это все будет очень круто работать. Единственное что, есть очень куча отбойников, которые мешают иногда повернуть. И я бы сделал больше разворотов на некоторых местах. Сейчас-то уже нельзя будет на встречке ездить на этом сервере. И там бы хотелось побольше таких вот развилок и тому подобное. Ну, я думаю, кто играет на NextRP, тот меня понял. Идем дальше. Чаты и кланы. Ну, про чаты и кланы, я думаю, мы ничего такого не будем читать. Я думаю, тут все так понятно. Я думаю, тут имеется в виду Трай, нашел. А, подожди, тут РП отыгровки. Отыгрывание РП в свою пользу. Запишены любые РП отыгровки в односторонном порядке. Миптим руку в кармане человека, в кармане уже наркотики. А, ну понятно. Ну, я думаю, опять же, ребят, кому интересно, давайте я вот тут так вот медленько пройду. Вы можете остановить это почитать. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Я просто в РП чуть-чуть понимаю. Я знаю, что это такое. Что такое Трай, что такое перевод РП в свою сторону. Кто не понимает, тут можете посмотреть. Это очень важно. Оскорбительные отыгровки РП. Посадить бутылку. Понятно. Да. Это полиция NextRP. Вот нас с Германом каждый раз. Только они без Трай, они сразу через ДО отыгрывают. Хорошо. ПДД, правила дорожного движения. Вот. Вот это очень интересный пункт. Давайте мы его с вами почитаем. Что здесь есть вообще. 6.1. Запрещена езда по полям и тротуарам. Исключение езда по полю на внедорожнике на максимальной скоростью. 60 км в час с максимальной скоростью. А, ну все правильно. На провинции, кстати, не на всех серверах. Вот, например, на четвертом сервере тоже разрешено 60 км в час по полям. На внедорожнике это правильный пункт. Внедорожник должен иметь преимущество перед обычным транспортом. Хотя бы потому, что он медленнее. Но зато по полям он может ехать. Езда по полю с целью посещения хобербалка. Либо искать скотч. Ну, понятное дело, если какие-то пасхалки или у вас по заданию, вы имеете право ехать. Но, опять же, максимум 60 км в час. Администратор вправе выдать наказание вне зависимости от уровня такой касси. Нарушение обнаружено в дальней наказании от местоположения хобби. А если человек вылетел... А, вот. Здравствуйте. В случае вылета за пределы трассы вследствие ДТП игрок обязан эвакуировать транспорт. А, понятно. А, да, кстати, на NextRP же вы можете встать, выйти и пойти с помощью телефона эвакуировать. Да, да, да. Тогда это все логично. Да, все понятно. Окей, здесь все понятно. Наказание перемещения персонажа в КПЗ. 60 минут. Наказание... Транспортных средств вне территории прежней части или в местах, не предусмотренных для парковки. На обычной прежней части у бордюра, если парковку не запрещают соответствующие знаки, даже... Да ладно! На знаки надо будет смотреть. Вот это очень интересный пункт. То, что нужно будет смотреть на знаки, чтобы поставить автомобиль. Есть знаки, знаете, остановка запрещена, стоянка запрещена. Я так понимаю, теперь они будут работать. То есть, стоит знак, стоянка запрещена. За ним останавливаться нельзя. Точнее, останавливаться можно, стоять долго нельзя. Остановка запрещена, вы там даже остановиться толком не можете. Можно припарковать транспорт, находясь рядом с зоной хобби. При условии, что в окрестностях не предусмотрено парковки. Транспорт не должен осуществлять помеху для других игроков. Так, это понятно. Наказание, опять же, запрещена парковка. Транспорт с целью осуществления... Ну да, это тоже понятно все. Умышленное создание ДТП запрещено. Создавать аварийные ситуации, наносить урон, таранить личным или рабочим транспортом. Умышленное подрезать, таран, так, исключение погоня полиции за нарушителем. А вот интересно, вот в этой теме сам человек, который угоняет от полиции, он может подрезать полицию? По сути-то это погоня, тут погоня полиции за нарушителем. А, ну в принципе, тут да, тут в принципе и не уточнено, что полиция может подрезать. То есть, я так понимаю, это обоюдно, и те, и те могут подрезать. Это правильно. Погоня все-таки преступление, оно как-то там не должно быть каких-то там прям жестких правил. Все, конечно, в рамках морали. Временная переостановка, так, все понятно. Умышленный из-за по встрече полосе, ну встречку, да-да-да, это тоже понятно. Мне интересно, где тут про полицию. Про полицию хоть что-то сказано? Что это такое? Залонамеренный обман, выдачащие, так, это все, грубые нарушения. Действия пользователей, направленные на причине ущерба продукту, так, это все тоже я прекрасно понимаю. Я не нашел ни одного пункта про полицию, потому что вы прекрасно знаете, как ведет себя полиция сейчас на серверах. Я так понимаю, ну опять же, это слив, возможно, это не все слили, я даже вот, допустим, наблюдаем, и что мы здесь видим? Мы видим, что здесь начинается все с 4, с 4 пункта, с РП режима. То есть, где первый, второй, третий, непонятно, почему его не слили, почему слили сразу с 4. Но я вам пока хочу сказать, ребята, то, что это обновление, это будет, на самом деле, очень крутая тема. Я очень жду, я надеюсь, что этот слив окажется правдой, что действительно появится сервер московский, на котором будет фулл РП, на котором полиция не будет вас расстреливать в городе, потому что это, как бы, угроза для гражданских. Другие чуваки не будут вас просто так таранить, врезаться, убивать, оскорблять. Ну, вот просто вот этого всего не будет. Я жду атмосферу. Я очень хочу увидеть атмосферу на NextRP. Это было бы очень круто. И я думаю, что все у этого проекта получится. И вот этот вот новый сервер, если он выйдет, это будет просто пушка. И если вы хотите, чтобы мы обязательно на нем поиграли, то обязательно пишите в этом комментариях. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такую вот информацию я для вас нашел. Надеюсь, вы ее зацените. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok